Девушки отдыхают Супрематизм без морепродуктов, как известно, невозможно. Мы прошли на эту выставку, потому что эта выставка есть не что иное, как чистая спекуляция. Спекуляция на всем, на чем только можно. Спекуляция на авангарде 20-х годов, спекуляция на революционных событиях, которые произошли в Украине за последнее время. Это все пытаются слепить в ненужную эклектику для того, чтобы заработать капитал. Капитал – это ключевое слово, это всего того, что здесь происходит. Капитал экономический и капитал культурный, и капитал социальный, который пытаются наработать ее организаторы. Это социальный проект, потому что никто не делает единственную евро с этим проектом. Поэтому все здесь, с их собственным усилием. Это не важно, если некоторые артисты очень хороши, или некоторые артисты абсолютно не знали. Почему вы пьете тут? Потому что это единственное, что можно делать здесь. Потому что фуршет – это единственное, чем можно сгладить впечатление от всего этого супрематизма. А вы выходите на улицу тогда? Не, ну так распиваешь. Так не распиваешься. А хотите, как я не знал, как я не знал. Распиваю свои деньги. А почему нельзя расплатиться, потому что распиваю? Потому что за свои деньги. Ну, где же за ядрой? То есть, то есть, я... Оно не свое. Оно вообще. Кто хочет, может, сонные художники могут пить только за деньги? Мы можем начать туда вать. А если у нас нет денег, я бедная художница. Молевич пришел. Молевич, запустите Молевич. У нас сразу же не будет. У нас так сон. Сейчас будут еще найти руки. Сейчас будут найти руки. Идея супрематизма проводится повная деконструкция будь-якої історичної, часової. И даже с простого выборства. Если бы вы делали выставку «Супрематизм. Революция. Майдан», как бы она виглядала? Она бы не называлась «Супрематизм. Революция. Майдан». Чому? Чому? Безплатный фуршет. Безплатный фуршет. Безплатный фуршет. Давайте начнем с того, что на Майдане не было революции, поскольку у нас власть не сминилась. У нас поменялись пешки, но осталась в ее власти та же семья олигархов. Тот же класс. Я знала, что Порошенко стоял у основ создания партии регионов. То есть то, что от того, что сминилась пешка, у революции не произошло. Не произошло смены власти. Поэтому ни о какой революции речи нет. Наш украинский товарищ Михаил Семенко, чудовый авангардный фуршет, у него был фуршет «Я полю свой кубзар». И авангардисти, они никогда не одобрювали политику памяти. Они всегда были на переднем краю конфликтом. Нам удивлено, чего сейчас наши умовы на кубзаре использовали для того, чтобы прикрасить выступ президента на Майдане. Насправді можно говорить про то, что это был конец мистецкой революции. Потому что любое продолжение этой революции, на самом деле, лишь повторением формы и втрачает саму суть, сам дух революции, оставшись только прикрасой или товаром. Все эти эпатажные вещи, как у мужчинских девочек в масках, по сути, это то же самое, что Маяковский, когда он приходит, такой, 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 чебурлюк на какие-то собрания. Я думаю, что они хотят возродить дух 20-х годов, и это природное, это нормально. Мне, например, приятно, что Молодь интересует историю, потому что, в основном, они делают какую-то реконструкцию. Не только Гиркин занимался реконструкцией, а и, мол, у нас культурной реконструкцией, они військовые занимаются. А революционные эти картины, как вы делаете? Ну, если они не сделаны в этом году. Сейчас я пойду к переговору, думаю, что Карлоса запропоновать нашей одной-другой организации, чтобы он взял участие в аукционе для помощи воинам АТО. В своем социальном проекте, когда он возьмет, то это будет уже теория, а не расходится из практики. Субтитры создавал DimaTorzok